Приветствую вас. И, вы знаете, Катерина, вот на мой взгляд, здесь у вас есть некоторое противоречие, в том, что вы, ну, пишите. Какое противоречие, я сейчас вам попробую выяснить, попробую выяснить, что за противоречие. Значит, с одной стороны, с одной стороны, вы, что называется, пытаетесь, ну, и хотите, да, и хотите, чтобы человек проявил инициативу, да, и хотите его там чему-то пополговать, потому что вам, условно говоря, там, кажется, что мужчина в себе не уверен, вот, и кажется, что он там чего-то стыдняется, кажется, что он там чего-то стыдится, кажется, что его что-то сковывает в движениях, да, вот, и так далее. И, может быть, может быть, это действительно так, может быть, это действительно правда. Но, в то же время вы не хотите быть навязчивый. То есть, у вас есть вот этот страх того, что вы можете быть навязчивым. Я бы хотел вас спросить, собственно говоря, Как именно вы, по вашему мнению, может быть навязчивым? Вот как конкретно вы можете быть навязчивым по отношению к мужчинам своему? Как конкретно вы можете таковой быть? Такое навязчивость? По сути, по сути, по факту, что такое навязчивость? Навязчивость, это, когда человек, условно говоря, обесценивает то, что он делает. То есть, вот сделал что-то человек, допустим, я, по отношению к, условно говоря, другому человеку. Я сомневаюсь в том, что я сделал это для человека. Я сомневаюсь в том, что я сделал это для человека. Мне кажется, что человек это обесценивает. Человек это не поймет. Человек относится к этому негативно. Почему? Почему так? Потому что я делаю это не совсем для себя. Это для него. Я делаю это не совсем для него. Простите. Я это в большей степени делаю для себя. Но я этого не признаю. Не признаю того факта, что делаю это для себя. И поэтому кажется, что я делаю это для него, на самом деле я это делаю для себя. Вот. В этом заключается проблема. Одна из основных, по крайней мере, проблем. И соответственно, навязывается это про внутренний конфликт, по поводу того, что мне хочется делать для другого человека. Ах, стынет. И отсюда мой страх. Таким образом, надеюсь, это очевидно для вас. Что прозварище загружает в том, что я вроде бы что-то сделать хочу для него, для своего партнера. Но в то же время, желая что-то сделать для человека, я боюсь, что выяснится, что делаю это я не для него, а делаю я это для себя. Больше. Понимаете? В общем, как бы, штук. Вот в этом, в этом и проблем заключается. Ну, по крайней мере, наверное, из основных проблем. Понимаете, понимаете, какая история. И, собственно, это вам нужно решать, на мой взгляд. Дальше. Отношения на расстоянии. Поддерживать, наверное, не нужно. В том смысле, что отношения на расстоянии нужен достаточно четкий срок. С того, когда они, эти отношения, перестанут быть отношениями на расстоянии и начнут быть отношениями в реальном времени. Ну, или в реальности. Да? Вот. Поддерживать отношения на расстоянии. Следующее. Для чего вам, чтобы мужчина проявлял унициативу? Зачем? Откуда вы знаете, что мужчина, по-моему, хочет открываться? Может быть, у него такой тип характер. Ну, вот. А, то есть, ну... Что такое для вас развивать отношения? Ооо, все... Каких именно перспектив, Катерина, вы хотите и для чего? Ну, вот. У меня складывается ощущение, что вы пытаетесь контролировать свои отношения. Пытаетесь контролировать то, к чему они могут привести. Это не лучший расклад. К сожалению. Или, кстати. Чтобы не быть навязчивыми на бренде, делать что-то для человека. А чтобы появилась возможность сделать что-то для человека, нужно рассмотреть ваши противоречия. Чтобы вы четко и особенно разграничивали, что я делаю для тебя, что я делаю для себя. Пока этого не происходит, вы будете бояться быть навязчивыми. Это я не говорю о том, что, может быть, вы себя обесцениваете. Вот. Потому что, ну, то, как вы начали выстраивать отношения в целом, как бы немножко говорить о том, что, возможно, вы боитесь близости, потому что отношение вас на расстоянии, потому что встречаетесь вы какое-то время, потому что о том, чтобы быть вместе чаще, речи вы не ведете. Речь только пока о перспективах, которые могут быть, могут не быть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас. Продолжение следует... Продолжение следует...